Всем привет, ребят! С вами канал Про Сауны, я Андрей. А знаете, для чего мне эта ложка чайная? Сейчас узнаете. Итак, ребят, в сети гуляет очень много профессионалов, прям профессионалы своего дела, эксперты, прям экспертищи, знатоков комментарных, это вообще прям просто кишит. Ладно, разберёмся, в чём же дело, почему я так говорю. И вот, ребят, очень многие специалисты в своём деле говорят, Андрей, зачем ты прикручиваешь каркас полка прям к вагонке? Этого делать нельзя категорически, Андрей. Ты зачем? Спрашиваешь, а почему нельзя? Да потому, что там должен быть зазор, всё сгниёт. И вот эту доску тоже прислонять нельзя, она же у тебя в упоре, видишь, в упоре с вагонкой. Туда затекает вода, и там всё гниёт. Год максимум, пипец. Меняй всю вагонку, меняй полок, и всё в этом духе. Думаю, ну ладно, я приехал в эту баню переделать дымоход. Смотрите ролик, кстати, как я меняю дымоход, его снесло снегом, и дымоход вот так вот перекосило жизнью, короче, за два с половиной года. Открутил специально вот эту доску, думаю, ну дай я посмотрю, если люди так уверены. Вот сейчас здесь подтоплено примерно 40 градусов, здесь сухо, хорошо, комфортно. Человек, кстати, пользуется ей не так часто, конечно, на это не общественная баня, парная, да. Но раз в неделю, в субботу, в воскресенье он её топит, и я скажу вот так вот, то есть пользуется ей по назначению, есть ковшички, всё подливает. Сейчас покажу потом печь, какая здесь установлена. Так что пара здесь предостаточно. И давайте посмотрим, всё-таки сгнило там что-нибудь в моём исполнении, что-нибудь разошлось или там оторвалось за два с половиной года. Сейчас мы это выясним и увидим. Поехали, ребят! Итак, взяли наш инструмент. Это чайная ложечка. В данный момент она будет служить как ковырялка или подковырка. Сейчас, ребят, я открутил, но тут всё плотненько. Плотненько, ребят, плотненько. Ничего не усохло, ничего не отвалилось. Так, опа-на! И предупреждаю сразу, я ещё её не поднимал. Решил вот прям как есть, так и показать. Сгнило, значит сгнило. Не сгнило, ну, значит сейчас увидим. Итак, ребят, поднимаем. Ну что ж, товарищи, господа, эксперты, посмотрим поближе. Что же мы тут видим? Мы видим совершенно сухой брус. Прям вот как будто, я не знаю, сделал его вчера, что ли. Никакой гнили. Ну вот есть, ребят, правда, вот эти листики, да? Но человек всё-таки вениками тут машет. Поэтому листики-то присутствуют. За полком вон там листики. Брус совершенно сухой. Доска на обратной стороне. Ой, идёт сюда. Совершенно сухая. Кстати, ой, извиняюсь. Я её мазал маслом. Я все полки мажу маслом. Так что, ребят, смотрите, вот с высоты птичьего полёта покажу. За два с половиной года, и я думаю, что и за пять лет, и даже за семь лет, ничего с ним не произойдёт. Вода здесь льётся, повторяю. С каркасом ничего не происходит. А почему ничего не происходит? Потому что у вагонки здесь есть свои уже зазоры, видите? Она же сделана, так называемый, шип-паз. И у неё есть свои зазоры. Поэтому брус прекрасно там просушивается. И влаги там никакой нету. Ребят, второй момент. Вы хоть в баню-то ходили, кто так говорит. Вы зайдите вот сюда, вот в парную. При 60 хотя бы градусах. Здесь высыхает всё моментом. То есть, если вы после парения попарились, у вас пара полно, вы приоткрыли вентиляцию, вент-клапан, подкинули после ухода пару полешек, чтобы печь всё просушила, вы приходите, совершенно здесь всё сухое. Аж звенит, какого сухого дерева. Так что, вот такое эмоциональное получилось видео. А теперь давайте я покажу, что произошло всё-таки. Косяки-то маломальские-то есть за это время. Давайте я покажу, что произошло. Итак, ребята, давайте я вас возьму. Первый косяк, ребята, это вот этот зазор. То есть, зазор здесь примерно полсантиметра. Ну, это естественно, потому что вагонка усыхает ещё больше. И здесь разошлось. Но там у меня всё проклеено. Там всё чётенько. Какой ещё момент вам показать? Больше ничего здесь, ребята, не произошло. Печь, кстати, вот она. Печь Везувий. Темно, ребята, плохо видно. Наверное, не увидите. Печь Везувий в сетке завалена камнями. Камень джидеит. То есть, тут всё подплёскивается. Так, шибер. А, да, ещё косяк есть, ребята. Вот здесь вот доска прижалась рядышком. И поэтому, видите, создаёт такой вот звук. Больше косяков нету. Вот здесь стоит батарея. И видите, у меня сделан везде сапожок. Делайте сапожок. И отрывайте вагонку от пола на расстоянии этого сапожка. В данном случае это 10-15 сантиметров. Каркас вот только. Льёт смола. Каркас весь живой. Весь сухой. Никакой гнили. Даже ножки, видите, я ставлю на пол. Многие кричат, что будет подсасывать вода. И ножки сгниют. Ребят, здесь тёплого пола нету. И ножки, как видите, ни в коем случае нигде не сгнили. Так что, господа, эксперты, профессионалы, любители, давайте успокаивайтесь, вникайте в тему банную. И не пишите ерунды, ради бога. А с вами был Андрей, канал ProSau. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте на колокольчик. Нажимайте, ребят, чтобы вам приходило быстрое уведомление о моих роликах. Всем пока, ребят. Добра. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...